У них нет права на ошибку. От их мастерства, правильности решений и уверенности в действиях зависит жизнь тысячи потребителей. Они гарантируют нам бесперебойное и безаварийное газоснабжение. Свои знания и опыт они ежедневно демонстрируют на рабочем месте. А раз в год сотрудники газовых хозяйств со всей Свердловской области определяют лучших на конкурсе профессионального мастерства. Традиционный конкурс предприятий газовой отрасли проводится на Среднем Урале уже 9 лет. В 2017 году в конкурсе профессионального мастерства приняло участие более 250 специалистов практически из всех уголков региона. Североуральска, Нижнего Тагила, Краснотуринска, Камышлова, Первоуральска и многих других. В финале встретились пять команд, победители окружных этапов на своих территориях. Это представители АО «Екатеринбург-ГАЗ», Южного, Западного, Горнозаводского и Северного округов холдинга «ГазЭкс». На этом конкурсе демонстрируется не только доблесть, честь и умения профессиональные. На этом конкурсе демонстрируются достижения, которые наши сотрудники прорабатывают и вырабатывают в течение года. Реализуется новое оборудование и показывается, каким образом оптимально можно эксплуатировать это оборудование и достигать максимально положительных результатов по нашим целям и задачам. По обеспечению безопасности и бесперепойного газоснабжения наших абонентов, потребителей. Конкурс состоит из двух частей – теоретической и практической. Первая напоминает экзамен. Участники отвечают на вопросы, касающиеся требований охраны труда, а также безопасных методов и технологий выполнения газоопасных работ. Каждый год с появлением нового оборудования вопросы теоретической части обновляются и совершенствуются. На практическом этапе газовики демонстрируют все свои знания, умения и слаженность работы. Участники соревнуются в трех индивидуальных конкурсах и в двух командах. Так, бригада аварийно-диспетчерской службы проходит эстафету. Первый ее этап – безошибочный проезд трассы с препятствиями. Бригада состоит из трех человек. И, как отмечают конкурсанты из Екатеринбурга, на этом этапе вся ответственность ложится на водителя. «Представляете, дворы, заезды, переулки – все это требуется для работы повседневной. То есть, маневрирование, работа водителя нужна. Это наша работа повседневная. Только тут быстрота, действия, слаженность бригады. Все это проверяется, все это очевидно для комиссии». Второй этап эстафеты – переход на байпас, резервное газоснабжение и обратно. Владимир Гуевский работает в компании уже более 17 лет. Такие манипуляции, рассказывает, приходится совершать практически еженедельно. И здесь главное, чтобы потребители ничего не заметили и получали нормативное давление. «У людей газовая плита. Вот на газовую плиту приходит давление газа, например, 200 миллиметров водяного столба. Все. И оно должно быть постоянно такое быть. И это делает редуцирование. Вот это редуцирование, линия, она постоянно должна выдавать это. Но если в случае ремонта необходимости этот блок редуцирования, надо выполнить какие-то работы. И тогда переводят так называемую обводную линию. Это байпас. Ее вручную настраивают эти 200 миллиметров, а регулятор давления берут там и занимаются. Заключительный этап эстафеты бригад АДС – ликвидация возгорания на газопроводе. Зафиксирован выход газа. Потушить пожар нужно быстро. Счет идет на минуты. Специалистам необходимо установить бандаж. Чтобы не было паники в чрезвычайных ситуациях, трезво оценить свои силы, обстановку, которая происходит вокруг и принять меры к ликвидации аварии. Следующая командная номинация – лучшая бригада службы наземных сетей по обслуживанию газорегуляторного пункта. Специалистам необходимо ввести после проведения технического обслуживания резервную линию редуцирования в работу. Как бригады выполняют всю технологическую последовательность, они должны были настроить всю предохранительную запорную арматуру, сбросные клапана и ввести в работу регулятор давления. И выставить все это на заданные параметры. Все эти моменты мы оценивали. В состав бригады СНС по обслуживанию ГРП входят два слесаря. Все напарники уже давно сработались. Трудятся бок о бок не один год. И, как отмечают сами конкурсанты, понимают друг друга с полувзгляда. Даже можно друг другу ничего не говорить. Просто руку подать, он уже подаст тот ключ, который надо, потому что он видит, что я делаю. Взаимопонимание надо с полслового друг друга понимать. А эта номинация – одна из самых зрелищных. Здесь определяют лучшее звено – слесаря СНС и электрогазосварщика-врезчика. Напарникам необходимо выполнить врезку в действующий газопровод под давлением. Для специалистов с более чем 15-летним стажем задание кажется легким. Единственное, что мешает конкурсантам – жара. На полигоне при температуре плюс 30 им приходится работать в тяжелых защитных костюмах. Допустим, новый дом газифицировали, подключаем к действующему газопроводу. По таблицам усиление шва, ширина. Каждый сварщик на глаз смотрится. Участники конкурса профмастерства обходят препятствия, проводят сварочные работы, тушат огонь – все как в жизни. Соревнования проходят на единственном в регионе учебном спецполигоне, все объекты которого подключены к газоснабжению. Любые рабочие и внештатные ситуации, в том числе ликвидацию утечки на газопроводах или настройку газораспределительных пунктов, сотрудники холдинга могут здесь отработать в условиях, максимально приближенных к реальным. Организаторы уверены, именно это делает конкурс инструментом повышения профессионального уровня работников газовой службы. Для того, чтобы приобрести практические навыки, изучив теорию, они приезжают сюда на полигон и практикуются. Все действует в газопроводах, давление. Одним из самых зрелищных и захватывающих стало состязание экскаваторщиков. Этим специалистам зачастую приходится проводить раскопки рядом с коммунальными сетями. Поэтому от их мастерства и точности управления техникой зависит очень многое. Юрий Канин за рулем экскаватора 9 лет, но признается, перед тем, как приступить к конкурсному заданию, волнуется. Здесь нужно сработать ковшом с ювелирной точностью, зубцом поднять ведро с водой, а затем, не расплескав ни капли, опустить в другое пустое ведро. Самое главное – знать габариты трактора, ну и ехать потихонечку, не спешить, не волноваться. Волнение приводит всегда к ошибкам. В рабочих условиях еще происходит все тяжелее, чем здесь. Это так, здесь еще так, игрушки только. Среди участников в индивидуальном зачете также выбирали лучшего слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования. Николай Волков в этих профессиональных соревнованиях принимает участие первый раз. Рассказывает в своих силах уверен на все 100%. Возможные варианты выхода настенного газового водонагревателя из строя или утечки изучил. Как работать с абонентами и проводить инструктаж – знает. У нас в Нижнем Тагиле, в принципе, много водонагревателей и в различных районах города. Моя работа заключается в их обслуживании, но опыта тоже хватает. Ну, теоретически повторить все это, закрепить никогда не помешает. Все знания теоретические и практически оценивались судейскими комиссиями, в состав которых вошли главные инженеры округов. Как отмечает жюри, с каждым годом уровень профессионального мастерства конкурсантов растет. Количество инцидентов и аварий на сетях сейчас сведено к минимуму, а это напрямую связано с повышением квалификации сотрудников газовых хозяйств. По сравнению с прошлым годом у нас временной параметр гораздо снизился. Оснащение всех, как индивидуальные средства защиты, а также приборов для работы обновилось. Ну и самое главное, если вы заметили, автомобильный парк у нас тоже стал гораздо лучше. И, естественно, там и хранить средства для работы пожара, тушения, охрана, безопасности труда. Все гораздо лучше и приятнее, главное. В итоге в общекомандном зачете победу одержала сборная Екатеринбург-Газа. Вторыми стали представители Западного округа, третье место у газовиков Южного округа. Звание лучшей бригады аварийно-диспетчерской службы получили специалисты Екатеринбург-Газа. Лучшая бригада СНС по обслуживанию ГРП работает в Западном округе. Победу в номинации «Лучшее звено по врезке газопровода в действующий газопровод под давлением» одержали слесарь и электрогазосварщик также из Западного округа. Золото в номинации «Лучший слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» завоевал Николай Волков из Нижнего Тагила. А лучшим машинистом экскаватора признан Юрий Канин из Екатеринбурга. Всех поздравляю. Вы в очередной раз продемонстрировали высочайший профессионализм. И, как обычно, победил сильнейший. Генеральный директор холдинга «Газекс» Валерий Боровиков вручил победителям грамоты и символ города-организатора – знаменитые тагильские подносы. Победители по традиции также получат и денежные премии. Профессиональный конкурс газовиков играет очень важную роль. Он помогает оттачивать мастерство и, что не менее важно, дает возможность специалистам общаться друг с другом и обмениваться опытом. Именно здесь каждый работник газораспределительной отрасли как никогда чувствует, что вместе они – большая и дружная команда.